Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала! Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я Александр. Вон там ходит Булатик. И мы сегодня приехали на пасеку. На участочек с Булатиком. Булатик молодец. Пробежал уже 25 километров. Вот мы видим, тут пчелки у нас облетаются. Да, сегодня у нас 9 мая. На улице около 10 градусов тепла. Пчелки облетаются полным ходом. Довольные, счастливые. Гоняют, летают. Все у них здорово, великолепно. Я открыл улечек, как вы видите. Тот, который закармливал. Да, тот, который подкармливал. Вот. Рамочка лежит. Там пчелки ходят. Видите, медок еще запечатанный остался. Они его еще не распечатывали. То есть, кормов им хватает. Вот тут основной, так сказать, пчелиный. Основная пчелиная семья, так сказать. Она, я так понимаю, уже облеталась. Не облетаются. Ну, а все остальные, вы видите. Пчелки облетаются интенсивно. Потому что тепло, хорошо им. Интенсивно они облетаются. Очищают свой желудочек. Сейчас мы тоже заглянем в коричневый тулечек. Посмотрим, что там, как. Все ли там у них хорошо, великолепно. Посмотрим. Также, сейчас закрою этот тулечек, который я уже посмотрел, так сказать. И вам только что показал. Тут с кормами все хорошо. Сейчас я нажму на паузу, потому что одной рукой неудобно закрывать. А так, дорогие наши зрители и подписчики, не забывайте, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Булат и Ко. Потому что много смотрят без подписочки. Тот тулечек я закрыл. Вот, следующий открыл. Хочу посмотреть, как тут наши пчелки поживают. Как тут у них дела. Все ли у них тут хорошо. Да, здесь у нас такая большая, сильная семья. Вот. Ну, мне интересно заглянуть к ним более тщательно. Хочу посмотреть насчет, на наличие кормов. Поэтому, вот. Сейчас, мои дорогие зрители. Хотя я и смотрел, корма была делая. Но все равно хочу более, более досконально заглянуть. Есть корма, там он в рамочке. Во второй здесь есть корма, я так понимаю. Далее, там тоже кормов им хватает. Там тоже наши пчелки. Жужжалочки. Наши маленькие, красавицы такие. Кормов у них хватает. Кормов у них полно. Семья сильная. Великолепная. Великолепная. Поэтому не будем их беспокоить. В прошлый раз я тоже пересмотрел все улички. Все у них чудесно. Одной рукой неудобно накрывать. Но какое дело. Вот, поснимаем немного. А Булатика он тут ходит. Знакомится, обнюхает участок. Проверяет, нету ли тут кого чужого. Все ли тут хорошо у них. У нас, вернее, не у них. Вот он, Булатик, ходит. Мальчик такой красавчик. Да, сейчас мы с ним пройдемся на озеро. Пройдемся с нашим мальчиком на озеро. Вот, бегали мы тут он по траве. И на нас он уже уселся. Он прям сразу уселся на нас. Клещет. Лазит по-маленькому он клещет. Мы его сняли. Булатика. Он у нас обработан капелькой. Поэтому как бы надеемся на то, что не страшно. Но, тем не менее, сами понимаете, клеща надо изничтожить. Поэтому мы сейчас его где-то придавим. Клеща просто так. Если вы знаете, мы зрители, не просто, скажем так, не то, что просто так, а не просто задавить. Поэтому мы его вам положили на кирпич. А так, нахтем. И вот, а так вот задавили он. Видите? Не знаю, видно вам или нет. Мы его раздавили. Да, сильная семья. Конечно, у нас здесь облетается она серьезно так. Можно сказать, по-взрослому. Так, пчелка тикает. Я крышечку буду накрывать. Да, не надо туда под крышечку заглядывать. Иначе там останешься, вылезть не сможешь. И все будет не очень хорошо. Он там был опять легкий в травке. Я сейчас он на крышечку положу кирпичики. Чтобы у нас крышечка хорошо держалась. Чтобы я ветром не сдул. Потому как... Мои зрители и подписчики, в прошлые пару дней назад буквально такой ветер был ужасный. Такой был ужасный ветер. Пораздувал здесь. Я думал, что тут уже что творится. Но, слава богу, улички прекрасно выдержали. Сейчас вам посмотрю на малышей. Нету ли клещиков на нашем мальчике, красавчике. А так вот. Так что так, мои дорогие зрители, пасечка у нас, слава богу, в порядке. Доброе, что сказать, поганый промолчательный. Вот, пчелки у нас облетаются. Все, у наших пчелок красавец хорошо, чудесно, здорово, великолепно. Вот так на булатика пчелка напала. Не будем долго мешать, чтобы они занимались, так сказать. Красота облетывается. Ну, вы же сами понимаете, еще как бы рано. Поэтому, еще ничего нигде не цветет, не растет. Вот. Но, тем не менее, потихоньку, потихоньку идет весна. Как-никак, 9 марта. Кстати, поздравляю сегодня мужчин с тем, чтобы они стойко выдержали. 8 марта пережили. Да, смогли порадовать своих прекрасных женщин. А пчелка прилетела узнать, кто тут ходит, что за видосики снимает. Ну, вот, в коричневом уличке прям такой облет идет. Прям-прям-прям летают. Дружная гурьбой. Молодцы, такие красавицы наши. Умницы. На уличке тепло, хорошо. Булатик он отошел, так сказать, к воротам. А мы же в прекрасном настроении. Будем идти на озеро, наберем водички для наших пчелочек. Ой, говорю, пчелочек. Для... Надо набрать водички в ведерко. Вот. Чтоб булатику было, чтобы попить. Да, и пчелкам тут надо будет водичку оставить. Да, паилочку сделать. Хочу сделать паилочку, чтобы они далеко не летали на озеро за водичкой. Чтобы у них была здесь паилочка своя. Какая небольшая. Сейчас он со сковородочки сделает. Туда положу досточки. И они будут себе тут пить водичку. Таким вот образом. Хотя здесь водичка есть. В трубочках под фундамент. Тут поналивал дозу, видите, водичку. Но, тем не менее, такая вся водичка мы им принесем. Чтобы у них рядышком стояла водичка. У нас есть сковородочка меленькая какая. Он там булатик охраняет. Гал говорит. Красавчик такой мальчик. На этом, дорогие наши любимые зрители, мы будем заканчивать свой первый сегодняшний репортаж. Да, придем с озера, наберем водички. Или, может, на озере еще поснимаем. Если там будет что-то интересное поснимать. Ну, или уже второй, так сказать, ролик снимем, когда... А, щелки пролетают. Узнать, что тут ходит. Второй ролик снимем, когда уже закончим здесь. Понаводим чуть-чуть порядки. Да-да, вот, закончим и пойдем. Вам поснимаем. А вам же хорошего настроения. Время припровождения. Доброго дня. Да. С вами был Булатик. И я, Александр. Обнял, приподнял, поставил дивизуал. А как больно. Аhi, Александр. До свидания. Продолжение следует...